Добрый вечер, батюшки! Батюшка новый, он недавно только появился в храме, ну и он так сказать правая рука настоятель. Я к нему с просьбой обратилась, он мне так немножко рисковато отказал. Я обиделась, пока до дома добиралась и тоже вот это самое в себе, эту обиду выращивала. Ну и, конечно, я этот грех обидного священника исповедовала у другого батюшки, а вот все думаю. А нужно ли мне у батюшки просить прощения? А батюшку на бедных столько народа обижается, и все мы будем бегать за прощением. Вот скажите, пожалуйста. Спасибо вас, Господи! Да понятия не имею. Надо же все делать осмысленно. Вот, например, у нас тут загорается лампочка, это значит, что поступил вопрос. Мы на нее отвечаем. А тут какой смысл? Ну, ушла, но обиделась, сейчас обида прошла. Чего какие-то нелепые действия всем производить? Сначала обиделась, это нелепо. Ну, резко ответили. Ну, что это самое? 15-летняя что-то девочка? Ну, они, да, в этом возрасте все очень обидчивые. Вот. Как взрослая женщина там. Теперь начнем у всех прощения просить. По этому поводу уже Николай Васильевич Гоголь целую повесть написал, как там один гражданин другому на лысину чихнул. Так сказать, что же это постоянно вспоминать? Вот. Все хотим какие-то выполнить ритуалы. А надо жить в таком устроении, когда Господь нас будет сам вести.